всем огромный привет ребята иду смотреть что со скоротками сегодня хочу сходить на вечерку охота на селезня продолжается сейчас пойду с первому скоротку который на не очень интересном месте посмотрю как там состояние а потом пойду ко второму скоротку немножко его до маскирую и сегодня вечером хочу сходить сутками на вечер пойду скорее всего на второй скороток потому что на первом скоротке селезни прошлый раз садилась намного меньше чем на втором погода стоит шикарная жара я одел сегодня вот такой вот свой костюм горку который пахнет бобром в одном из своих видео я рассказывал почему я этот костюм одеваю весной когда шарюсь по кустам по высокой траве и по болотам потому что он у меня воняет бобровой струей и клещи не лезут на эту одежду боятся подошел к первому вроде крыша целая у нас торцов ребята селезень взлетел вон он он пошел сидел здесь на этом полоте сидел здесь одинокий селезень значит сюда стали они подсаживаться под успокоилась вполне возможно что сегодня мы может быть и сюда придем так торцов у нас тоже все в порядке передок на месте весь табуреточка моя на месте этот торец тоже все нормально все целое все на месте единственное только вот здесь опять немножечко подводить под закрыть и вот тут ветром подбила дырочка все сейчас кордок стоит все замечательно воды еще достаточно не особо быстро все усыхает хотя вчера был дождь может быть из этого воды добавилось но воды достаточно сегодня 19 апреля закрытие у нас будет 6 мая то есть у нас получается еще целых 16 дней чуть больше двух недель до закрытия осталось ребята нам взять по разрешения 8 селезней поэтому буду эти охоты растягивать до конца апреля буду максимум по два селезня в день брать больше не буду брать чтобы побольше вам видео снять вчера погода была дождливая я наблюдал селезень не особо летал селезень не утка сегодня хорошо летаем сейчас я пока тут хожу прямо штук наверное уже десять видел пролетающих уток селезень и пара уток вместе с ними так что это меня радует дичь есть значит охота будет покоем ко второму скотку на болоте еще достаточно много воды перейти смог только вот здесь вот с краю там кустов не рискнул идти спины еще много в сапогах я не пройду это меня тоже радует я думаю что болотца нам тоже хватит на оставшиеся 16 дней поохотиться поэтому рыпаться больше никуда не буду буду охотиться до конца уже здесь периодически просто меняя скротки одну охоту в том скротке который у нас вот там а вторую охоту вот здесь сегодня я еще подумаю до вечера куда мне лучше пойти конечно желательно быть сюда прямо сердце манит сюда пойти потому что утки здесь шикарно прошло охоту работают но то что там на том скротке сейчас сидел селезень и он улетел тоже меня подкупает здесь селезней нет ни один не взлетел вон он наш крадочек все на месте как ни странно никто здесь ничего не растащил сейчас я его немножко подшаманю потому что я уже отсюда вижу что подпорка упала и сухую траву подвыбило ветром вот она подпорка валяется вот траву сбила сейчас подшаманю его и о нет вон селезень полетел ага знаешь тут тоже сидит очень хорошо откуда вот отсюда из вот этих кустов слетел и пошел туда вот согру все хорошо ладно ребятки сейчас подшаманим сухой травой все вокруг заложим эту стенку замаскируем там сетка оторвалась ветер сегодня сильный разбивает скротки напрочь сейчас это все подшаманим и еще кое-что вам покажу сюрприз притащил сухой травы вот такой вот пучин сейчас буду закладывать со всех сторон стенки если не хватит принесу еще и таким вот образом весь этот скроток закрою я думаю что за три дня что он здесь стоит утки уже к нему привыкли и подсаживаться будут самое главное сейчас закрыть хорошо все стенки чтобы меня не было видно потому что на утрянке на сумерках меня конечно здесь не будет видно а вот на вечерке все здесь проглядывается так что это но это то что что это это Продолжение следует... Так, эту боковую стенку тоже заложил наглухо. Вот смотрите, абсолютно здесь уже ничего не будет видно сквозь вот эту траву. Вот, сейчас травы у меня немножко осталось, надо еще сходить. Сейчас вот докладывать буду вот эту вот стенку хорошо забивать. И потом передок с кратка тоже заложу. Продолжение следует... В принципе, остатков травы хватило, чтобы эту боковую стенку заложить. Тут тоже ничего не видно. Сейчас схожу, принесу тогда еще травы, чтобы заложить передок. И все, на этом скрадок будет подшаманенный. И все, на этом скрадок. Вот здесь. И все, на этом скрадок. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, вот что в итоге получилось Замаскировал я его, конечно, наглухо Со всех сторон С передней стороны С боковой стороны Со второй боковой стороны Все замаскировано наглухо Поэтому уже точно, сто процентов Даже днем Меня здесь Утка не спалит Сейчас покажу вам, как изнутри все это будет выглядеть Главное, чтобы ветром это все не разломало Потому что я хотел еще взять веревку Вокруг скрадок веревкой Обвязать, но забыл веревку Дома И не сделал это в итоге Вот как это выглядит Сидеть будет из скрадка То есть Утка у меня одна там сидит Одна утка у меня сидит вот здесь Вот То есть селезень подсаживается Либо сюда, либо сюда Вот одна бойница Вот вторая бойница Я сижу вот так Вот здесь Наклонившись Я думаю, что будет все шикарно В общем, на вечерку Сегодня мы пойдем сюда Вот в этот скрадок Не должно его ветром Раздербанить Хотя ветер, конечно Сегодня мощный Но я думаю, что он сейчас Ближе к вечеру Утихнет Так, ребята Еще кое-что вам хочу показать Вот у меня есть такая вот рыба Это окунь Довольно крупный Я сегодня с утра уже был на рыбалке Поймал Три вот таких вот Шикарных окуня Сейчас мы с вами их разделаем У меня на канале есть видео Обзор на дымогенератор Который я сам сделал Вот Но в том видео Он немножко был недоделанный Сейчас я его все довел до ума Доделал И когда охота на селезня закончится Мы с вами его испробуем То есть я сниму вторую часть Уже дымогенератор в деле И будем коптить вот этого окуня И утку А сейчас я вам просто покажу Быстренько Как я разделываю окуня Для холодного копчения Окунь шикарный Поймал на блесну По лицензии Все законно Никаких браконьерских действий нет Поэтому ерунду не пишите Сейчас прям на этом же болоте Мы его почистим с вами Чтобы дома грязь не разводить Я его с собой взял Так Окуня разделываю По хребту Для холодного копчения Так он лучше просаливается Лучше прокапчивается Для начала надо вырезать жабры Посмотрите Свежайший окунь Жабры вон все У него Розовые Вот так вот я его жабрую Вырезаю жабры Чтобы не было никакого привкуса Это можно прямо вон туда В озеро Оно Не помешает нашей охоте Эти остатки Внутренности Окунь креной Хороший Сейчас надо найти Ребята упора Упора нет Поэтому я сейчас вместо упора Буду использовать ведро Вот так Чешую не снимаем Нет смысла Берете И вот так вот По хребту Его Разрезаете Вот Все Вот смотрите какая икра у него Икру мы возьмем Пожарим ее С яйцами Пока что Вот так вот На сухую траву положим Один готов Берем второго Также вырезаем Ему жабры Это выкидываем Берем И по хребту Надрезаем Окунь очень вкусный Мне нравится эта рыба Особенно Холодного копчения Особенно если Закопчено На черемухе Просто обалденно получается Так Второй пассажир готов Икру сюда Внутренности В болото И вот сюда И третий пассажир Три окуня ребята Клюнуло И все Больше Поклевок не было Да и времени у меня не было Сегодня ездил Зуб лечил Так быстренько заехал Пока возможность есть Готово Икры Икры конечно Вдоволь здесь Так вот Три пассажира Сейчас мы их с вами Промоем Три пассажир Можно конечно Вот эту чешую Панцир удалять Но я этим не занимаюсь Мне Нравится Больше Когда Ксюшуя есть Хороший окунь Удачная Сегодня была рыбалка Не было у меня С собой камеры И телефон был севший Зарядку сегодня Забыл на работу Не сегодня А вчера вернее Забыл зарядку Телефон был севший Короче Нифига не снял Хотя хочу сказать вам честно Здесь Я не особо рыбалку люблю Мне рыбалки на Камчатке Хватает По самые ноздри Поэтому Это так просто Была возможность Река разлилась Окунь зашел На чистую воду Была возможность поймать Есть лицензия Почему бы этого не сделать Все ребята Окунь готов Икра шикарниша Этот жир Сюда удаляем Икру промывать не надо Она чистая Обязательно надо промыть нож Это вот рыбацкий нож На Камчатке нам такие ножи выдают Он не ржавеет Написано, что Вроде бы как Made in Sweden Шведский нож Ну я думаю, что Все это фигня На самом деле Что это Made in China Но все равно Если им чисто резать рыбу То достаточно надолго Его хватает Все готово Окунь разделан Скрадок готов Ну в общем Все Пойду отдыхать Готовить баню Сегодня у нас вечерка Придем сюда Попозже Ведь часов 6 Не раньше 6 часов И посидим до самых сумерок Ну а что добудем Что не добудем Это уже как Бог даст В общем Увидимся сегодня вечером На охоте Всем пока Со всеми попрощался А самое главное Это вам не показал Как его засолить Этого окуня Берем соль Я использую крупную В основном Но Сейчас крупной соли У меня нет А ехать в магазин Покупать уже тоже желания нет Посыпаем дно таза Или какой-то другой посуды Солью И выкладываем шкурой На это дно Окуня Вот таким вот образом Потом опять берем соль И посыпаем его Вот так Можете сыпать соли Не жалея Рыба возьмет соли Столько Сколько нужно Потом в любом случае Мы будем эту рыбу Еще отмачивать Третьего окуня Ложим вот так Засыпаем это все дело Солью сверху Полностью И все на этом На Трое суток Я это все сейчас Уберу в погреб На снег В погребе у меня снег накидан Чтобы Туда можно было Уносить портящиеся продукты А икру В баночку Немножечко вот так вот соли Прям совсем немножко В баночке Ее перемешиваем Вот так вот И все Вечером ее Приготовим с яйцами Это все дело Сейчас накрываем крышкой На холод Опускаем Через трое суток Достаем И будем Вымачивать Еще сутки В холодной воде После чего После того Как вымочим Холодную воду Сольем И развесим Вялиться Ну а потом уже Будем коптить Об этом Снимем отдельное видео Субтитры сделал DimaTorzok